Посмотрим, какие типы, так сказать, запусков процесса в статусе мы можем добавить. Команду. Это просто ручное действие. Выполнение через заданное время. Да, это либо промежуток, либо конкретное время, которое мы хотим. И обработчик выхода из данного статуса. Но здесь все более-менее понятно, когда у нас все подпроцессы отработали, мы переходим в другой статус. Вот запустится еще вот один раз подпроцесс. И обратите внимание, я могу еще раз добавить команду. И выполнение через некоторое время. А вот добавить обработчик входа и выхода я уже не могу. Таким образом, у нас получается, можно сделать много, так сказать, подпроцессов в рамках одного статуса, которые отличаются способом запуска. И более того, их можно комбинировать между собой. Но если у нас отработал вход в статус, или пауза, или команда, и внутри мы сделали перевод в другой статус, то остальные уже сменяться не будут. Только выход из статуса может сработать. Здесь можно делать разные комбинации. Почется довольно-таки много возможностей. Но, скорее всего, будет чаще всего хватать обычного входа в статус. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...